Добрый день! Вы на канале 18соток. И сегодня я хочу продолжить рассказ о выращивании острого перца на подоконнике. Сегодня будет вторая часть, как пересадить уже зацветающие перцы в большую емкость. И что для этого надо? Вот так вот растут мои перцы. Небольшое количество. На некоторых сортах уже появились пасынки. Их придется удалять. Здесь вот тоже. Тоже большие и крупные. Это надо будет удалять. Есть некоторые, которые очень сильно заросли. Здесь вот очень много. Можно оставить парочку верхних. Все остальное придется удалять. Вот появились цветоносы на некоторых сортах. Вот тоже. Большинство следует пересаживать. Он тоже скоро будет начинать зацветать. Вот этот вот. Здесь тоже появились. И это прошло всего три с половиной недели. Итак, будем пересаживать. Вот я подготовил два растения, чтобы показать, как я буду пересаживать. Вот видно уже на них. Появились бутоны. Вот идет у нас коронная развилочка, если кто-то видит. Вот она. И в ней два цветочка. Вот эти вот цветы коронной развилки придется удалить. Она также находится вот здесь. Для чего следует их удалять? Если мы не удалим их, все питательные вещества пойдут вот в эти два перца. С них все равно толку никакого не будет. Зато вот эти верхние, они будут хуже развиваться. Так что короны надо обязательно удалять. Так. Потом удалим все пасынки. Вот есть довольно большой пасынок. Сейчас я покажу. Вот он. Он не нужен здесь. Его надо будет потом в дальнейшем отщипнуть. Вот такой вот пасынчик. Он не нужен. Все остальное удаляется. Все, все, все пасынки. Вот тоже пасыночки у нас есть. Они тоже все выщипываются. Перед пересадкой я не поливал перцы. Так что они немножко вот уже подвяли у меня. Почему именно не поливал? Вот идете листья, они стоят такие слегка подвявшие. Когда я буду переваливать, ком будет очень тяжелый. И я могу повредить корневую систему. А так я их пересажу, потом полью и растение нормально себя будет чувствовать. Для пересадки я буду использовать почвосмесь. Если кто не видел первую часть, посмотрите, чтобы как бы были в курсе. Потому что я не буду повторяться. Почвосмесь, торф и переработанный гумус. Соотношение будет 10 частей почвосмеси, 2 части торфа и 2 части гумуса. Вот подготовленная почвосмесь. Я уже уложил на дно горшка керамзит. Это будет дренаж. Насыпал немного почвосмеси. Насыпаем с учетом горшка, высоты горшка. Вот если мы вставим примерно горшок, он должен быть вот на уровне вот этим вот бортиком. Вот, я уже установил горшок. Теперь начинаем обсыпать вокруг горшка. Для чего это делать, я вам сейчас объясню. Хорошо высыпаем с лягонца, прижимаем его. Сейчас я немножко засыплю, потому что неудобно и снимать, и засыпать. Сейчас засыплю и покажу. Вот, я обсыпал вокруг горшка почвосмесь и с лягонца не очень сильно прижал. Для чего? Для того, чтобы мы смогли потом этот горшок аккуратненько вытянуть. Так как рукой одной неудобно вытянуть. Сейчас я попробую взяться за горни. Так, наверное, не получится. Давайте я вытяну, а потом покажу. Вот что у меня получилось. Убление. Теперь обжимаем горшок слегка и извлекаем отсюда полностью перец вместе с почвой. Вот, смотрите, как почти за месяц корни заполнили горшок. Видите, как я вам и говорил. Полностью все заполнилось так. Дренаж я убрал. Вот, смотрите, видите, сколько корней. Корни довольно мощные. И растение начало цвести. Теперь, что мы делаем. Берем вот этот горшок и аккуратненько все это дело сюда пересаживаем. Вот так. Раз. Все. Все. Теперь останется только немножко досыпать земли и полить. Потом земля обхватит полностью весь ком и растение начнет плодоносить. Здесь где-то, я не знаю, недели через три уже появятся плоды. Вот в этой почвосмеси меньше уже торфа. Почему? Потому что чем мягче и рыхлая земля, тем корневая система быстрее заполняет горшок. Ну, мне этого, конечно, не надо. Торфа здесь должно быть немножко. Почему? Потому что здесь всего получается на два пальца по краю только вот эта почвосмесь. Центральная часть, она более рыхлая и влага очень хорошо быстро проходит. В прошлом видеоролике в первой части я делал больше торфа и получилось так, что я поливал один раз в две недели. Две недели земля была влажная, потом она пересохла и опять полил. Вот это за месяц я полил вот этот вот перец два раза. Ну, это немножко чуть-чуть листочки у него подвяли. Почему? Потому что не стоит его поливать перед тем, как вы будете его пересаживать. Почему-то, потому что ком очень будет тяжелый и вы просто порвете корневую систему. Так, как же уберечь растения от пересыхания? Что для этого нужно? Что мы можем сделать? Мы можем засыпать где-то сантиметра, наверное, три толщиной торфом полностью весь вверх. Да, он будет хорошо держать влагу. Ну, самое лучшее это, вот, сейчас я вам покажу, это мох, спагнум. Это держит вообще просто супер, великолепно. Вы можете уложить определенным слоем сам спагнум. Когда вы польете, спагнум держит тоже до недели. Неделю, смотрите, чем толще слой, может это двух недель держать влагу. Влага не будет испаряться. Влага не будет испаряться и ваше растение будет себя хорошо чувствовать. Так как у нас горшки темные, мы можем использовать вот такой вот экран. Это проложка с отражателем. Она может быть миллиметровая, двух, трех, четырех. Ну, для горшков, для таких небольших, для литровых. Лучше, конечно, использовать один миллиметр или двух миллиметровый. Для таких больших горшков можно использовать даже трех миллиметровый, за счет того, что у нее здесь очень большой бортик. Как бы она как раз садится на уровне бортика. Вот, она снимается. Как изготовить такой экран, я расскажу вам в следующем видео. Специально сниму полностью, как сделать шаблон. Чтобы не морочить себе голову. Делается очень быстро и можно сделать один шаблон. И на все виды горшков. Сколько вам надо будет горшков, столько вы можете сделать шаблонов. Поливать перец надо будет не очень часто. Главное, чтобы земля не была мокрой. Она должна быть влажной. Если земля будет мокрая, перец может вымокнуть. И корневая система может сгнить. Что касается подкормок. Подкармливать придется один раз в неделю. Желательно, конечно, делать легкую подкормку. Я в основном делаю, я не пользуюсь никакими химикатами. Я использую только либо куриный помет, гумус, вытяжку гумуса. Либо можете использовать гумат. Тоже очень хорошая штука. Тоже хорошо помогает. И лучше делать, к примеру, раствор 50 на 50. Если, к примеру, там положено вам стакан на литр воды разводить уже готового раствора. Сделайте лучше пол стакана. Но польете чаще. Не надо сильно заливать его. Не надо перекармливать. Вы можете не столько сделать хорошего, сколько сделать плохого. Растение может быть просто излишки. Если вы будете химией кормить, могут быть излишки. И начнут осыпаться листья. Растение начнет болеть и может прекратить полностью рост свой. По окончанию пересадки перцев. Все перцы, если, к примеру, у вас их несколько сортов, надо отделить друг от друга. Полностью изолировать. И когда появятся цветы, как буду делать я, я буду их опылять вручную. Все зависит от сорта. Есть сорта, которые дают, к примеру, до 400 перчин. Эти перцы мелкие, так что можно и 400 штук оставить. Есть перцы, у которых очень крупные плоды. Там я оставлю где-то 15, 20, 30 плодов. Все остальные цветы я буду полностью удалять. Как только сформируются полностью завязи, эти растения я переставлю вместе со всеми. И как только будут появляться цветочки, все эти цветы будут удаляться. Так что растения не переопылятся. Они будут уже стоять, уже сформированными плодами. Вот этот сорт называется пхуджалоки. Высота этого растения сейчас 45 см. В открытом грунте он достигает метр двадцать. Если хорошее условие, он может достигать до полутора метров. Так, следует помнить, что первый год он у вас будет вот таким вот. Ну, пускай там еще на пять сантиметров может вырасти. Плюс за счет того, что у него начнут нарастать боковые завязи. Вот видите, вот развилочка. Вот эта развилка начнет увеличиваться в размере. Она может достигать где-то до тридцати, до сорока сантиметров. Это у вас будет такой пышный куст. И, как вы видите, формировать их не нужно. Я уже об этом говорил в первой части. Почему? Потому что куст сформируется сам. Вот появилась развилка. И все с этой развилочки. Вот начинаются одни побеги. Вот вторые, третьи, четвертые. Это все будет разрастаться. И куст будет где-то сантиметров может тридцать-сорок. В зависимости, как вы будете его кормить. При каких условиях он у нас будет находиться. Главное, чтобы не было сквозняков. Чем лучше подкормка, тем соответственно у нас будут хорошие и крупные плоды. Главное, чтобы он был постоянно у вас влажный, но не мокрый. И самое главное, растение должно находиться на солнце. Но не на таких жгучих солнечных лучах, при которых он может полностью сгореть у вас. Надо чем-то притенять его. Можно поцепить на окно затеняющую сетку, сорок пятую. И тогда растение ваше не пострадает и будет хорошо плодоносить. На следующий год у вас этот куст уже не будет 45-50 сантиметров. У него опять начнется вегетационный период. И этот куст будет начнет расти. Если вы оставите, конечно, на следующий год. Он может достичь где-то сантиметров, наверное, до девяносто, до метра. А то может быть и метр двадцать. Я потом в следующих роликах вам расскажу, как следует обрезать его на зиму, или перед зимой, или весной. Расскажу, как следует сформировать кустик, чтобы на следующий год у вас куст не вырос полтора метра. Чтобы он остался таким же компактным и снова плодоносил. Итак, на этом я заканчиваю. В следующем видеоролике я расскажу, как следует опылять перец, как за ним ухаживать. Если бывает, что кусты очень сильно разрастаются, им надо обязательно ставить подпорочки. Почему? Потому что бывает, что ветки отламываются. Растения надо сильно кучно ставить. Ваши попадал везде свет. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. И пока. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok